Художники Победы на их картинах не увидишь кровавых баталий, сожженных деревень. Они редко изображали горе и слезы. Люди, пережившие войну, рисовали безмятежные пейзажи, мирное небо над головой, натюрморты и портреты. Сегодня, накануне праздника, в музейном выставочном центре Забайкальского края состоялось открытие уникальной выставки картин, а также коллекционных вещей того времени. Каждая из этих картин рассказывает свою историю. Их авторы родились в разное время, в разных городах. У каждого свой стиль, свое видение мира. Объединяет их одно – они все прошли через войну. В этом году у нас проект очень интересный, в том плане, что у нас все художники – участники Великой Отечественной войны. Здесь мы можем увидеть с вами, как наших забайкальских художников – Блохин, Завьялов, Кузнецов Ируй Петрович, Кодин Владимир Афимовича, ну и также других художников Востока и Центральной России. К сожалению, большинство художников Победы уже нет в живых. А из-за байкальских авторов прийти на выставку смог только Юрий Петрович Кузнецов. Рисовать он начал еще в восьмом классе. Этот талант пригодился ему и на войне. Будучи разведчиком в так называемой БУКе – батарее управления командующего артиллерией, ему не раз приходилось воссоздавать на бумаге местность, где сидит в засаде враг. Однако настоящим искусством смог заняться только после 30 лет. И лес один вдали чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. То есть и поэзия, и все это объединяет картины. Нужно картину читать больше. Не просто смотреть, а читать. Помимо картин на выставке представлены и уникальные вещи из частных коллекций, музеев и семейных архивов. Коллекционные медали, открытки, портреты, вырезки из военных газет. Среди экспонатов письмо Твардовского к Одину и даже его фронтовой дневник, где дата 9 мая обведена в рамочку, а рядом написано «День Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками». И чуть ниже. Даже никак не верится, что закончилась эта война. Я бы хотела сказать им спасибо, что они защитили нашу Родину. Для таких, чтобы у них были хорошие, здоровые, и они долго живут. Я поздравляю ветеранов всех с победой, с счастьем, здоровьем. Чтобы никогда больше такого войны не было, потому что когда столько терпения, мы бы столько не выдержали бы. Светлана Тулунова, Виталий Литвинцев. Время новостей.